До лета еще месяц, но в европейских странах уже изнывают от жары. В некоторых регионах из-за засухи тысячи людей остались без питьевой воды. Чиновники боятся, что скоро опять вспыхнут лесные пожары и пытаются это предотвратить. Юлия Волкова расскажет подробнее. На улицах португальских городов уже сложно находиться от асфальта жар. Вместо обычных под 30 в некоторых частях страны плюс 34 и ожидают до плюс 37. Если прогноз сбудется, то побьет рекорд 20 апреля 1945 года. Тогда термометр показывал плюс 36 градусов. Минеральная вода, соки, пиво и летние панамки здесь в тренде. Туристам, в отличие от местных, погода нравится. Жара палящая, но я сейчас пойду к морю и искупаюсь, охлажусь, поиграю в пляжный волейбол и немного займусь серфингом. Мы из Канады, мы тут греемся. Да, дома-то у нас идет дождь. Рано вата для жары, конечно, но мы в отпуске, так что все окей. Рост температуры в Европе вынудил власти заблаговременно готовиться к сезону лесных пожаров. На французской авиабазе МЧС вовсю тренируются спасатели. Сезон однозначно переносится вперед. В прошлом году у нас были пожары уже в июне, поэтому мы решили уже сейчас максимально мобилизовать спасателей. Мы думаем, что пожароопасный сезон продлится месяца 4. Отрабатывают норматив, по которому до места пожара надо долететь меньше, чем за 10 минут. Это двухмоторный вертолет с мощностью в 3,5 тысячи лошадиных сил. На нем можно взять 6 тысяч литров воды и слить их все сразу или за 4 раза. В 2022 году только во Франции потушили 12 тысяч пожаров, в том числе 9 крупных. По всей Европе было уничтожено 785 тысяч гектаров земли. В Испании из-за жары водохранилище Сьерра-Байера, откуда 80 тысячам человек поступала питьевая вода, впервые за 40 лет обмелела так, что потрескался берег. Теперь люди ждут водовозы и запасаются пластиковыми бутылями. Мы слышали, что воды летом в кранах не будет. Мы чувствуем себя немного беспомощными. За 50 лет своей жизни я никогда не таскала воду. Я слышала от мамы, что когда-то им отключили воду, и был один час, когда люди могли ей запастись. Чиновники говорят, что кроме Сьерра-Байера есть ещё два водохранилища – Пуэнте-Нуэво и Ла-Колада. Хотят попробовать запитать водопровод от них. Сьерра-Буэра высохла, потому что она очень маленькая. Нам удалось соединить его сейчас с водохранилищем Ла-Колада. Но вода Ла-Колады для питья не использовалась, потому что ещё в 2001 году его признали небезопасным по стандартам Евросоюза. Пока нет новых анализов химических проб, 27 населённых пунктов будут привыкать к грузовикам-цистернам. Это примерно по 5 литров питьевой воды в день на каждого человека. А ведь настоящее лето ещё даже не началось.